я хотел задать сначала первый вопрос а вот симку хотел найти да пожалуйста гонец да 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 все верно было еще такая система ямал который газпром финансировал как раз именно для этих целей чтобы можно было в арктике использовать но это как говорится вопрос хороший дело в том что когда я рассказывал про систему инмарсад изначально инмарсад создавалась как коммерческое мероприятие это коммерческая фирма была акционерное общество созданное инвесторы вложились туда деньгами но их бизнес-модель оказалась неудачной и там буквально лет за десять инмарсад практически прогорел и когда он стал банкротом пентагон сказал ребята ребята оставьте спутники на месте мы вам денег дадим только вот это продолжайте работать вот и система инмарсад сейчас она в частности частично финансируется сша то есть как грится они в этом заинтересованы чтобы система продолжала работать вот то же самое касается многих других спутниковых систем то есть здесь вопрос о том является ли успешно этот бизнес-модель то есть какие будут тарифы да то есть как как дорого вы же должны оплатить стоимость запуска всех этих спутников которых достаточно много и так далее ну здесь можно кстати привести пример с с компанией spacex до которая пошла тем путем что она пытается использовать многоразовые ракеты которые бы позволили бы им запускать больше спутников по меньшей цене и так далее да вот и делать массово то есть огромное количество терминалов и распространять их по различным территориям чтобы у вас было больше абонентов то здесь вот вопрос того кто заинтересован в этом какой бизнес модель он составит но с другой стороны как бы может быть государство заинтересовано до чтобы отдаленные территории были связаны да да в частности на просторах интернета можно почитать про такую спутниковую систему как сфера это уже обсуждается несколько лет вот обсуждалось очень бурно что вначале там двухтысячных потом это отложили на 2010 и 2020 пока как бы это все от каком-то неком законсервированном виде находится хотя да есть какие-то инженерные даже разработки есть прототипы спутников и но пока и вот непонятно вот собственные действующие такое всеобъемлющие доступной систему пока к сожалению у нас нету но мы ждем было бы интересно попользоваться с этим спутниковой системы сфера да глобал старт по-моему да назывался чем не скайлинк это другое там был глобал старт по-моему ли что-то такое если я не ошибаюсь а global 1 да 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 правильно правильно было такое да но там я насколько принимают там 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 работа на скачивание то есть вы можете скачивать а загружать не получается это как бы односторонний канал интернета то есть вы принимаете на передаче там по моему не было насколько я помню здравствуйте а замечательно вот если вас интересует тема ионных двигателей я в конце рекомендовал канал дмитрия канонахина у него прям целые циклы есть видео посвященных этому основная идея заключается в том ну давайте вот поясним остальным зрителям обычные двигатели химические так называемые у вас есть какое-то топливо есть какой-то окислитель и обычно этот двигатель работает несколько минут на этом его ресурс заканчивается но при этом вы можете получить достаточно большую тягу то есть двигатель поработал там 5 10 15 минут сжег все топливо разогнал вашу ракету или спутник до какой-то скорости все и он и двигатель работать несколько по-иному то есть они имеют достаточно маленькую тягу но могут работать месяцами или годами то есть принципе можно взять какой-то аппарат и отправить его к этом к марсу и так чтобы двигатель постоянно работал с маленьким ускорением но постоянно его разгонял да вот почему называется ионный там действительно используется газ этот газ поступает такую камеру ионизационную где газ превращается в в ионы а эти он электрическим полем разгоняются соответственно на борту космического аппарата у вас должен быть запас этого газа то есть вместо топлива теперь газ используется да и обычно используется какой-нибудь инертный газ с достаточно большой атомарной массой поэтому как раз криптон и ксенон или что-то такое но они как таковы являются дорогими потому что природе они редко встречаются и просто выработка этих газов они обычно из воздуха добывается обычно атмосферный воздух берется он сжижается а потом дальше наоборот из этой смесь газов ну раскладывается оттуда да значит его соответственно ли источник электрической энергии должен быть значит какие преимущества преимущества те что эти ионные двигатели они сейчас ставятся на на спутниках которые могут маневрировать на орбите и это очень интересно потому что когда я вам рассказывал вот про эти систему нора ты и так далее это все касается спутников которые вот их запустили однажды и они вот так вот и болтается по каким-то электрическим орбитам вокруг земли они в принципе предсказуемо перемещается вот дело в том что корректировку орбиты редко делают то есть на спутнике может быть небольшой запас топлива и он там несколько раз буквально в течение своей жизни спутник делает корректировку когда запас топлива заканчивается он там сходит с орбиты вот а вот такие вот с ионным двигателем это спутники для которых предусмотрен что они будут делать какие-то маневры на орбите в частности есть такой жанр спутники инспекторы ну можно в области назвать по-другому спутник шпион у вас есть один спутник а второй спутник хочет подлететь к нему и посмотреть а чего там делаете интересно же до подлететь к американскому спутнику посмотреть на него в частности многие из нас например слышали про космический телескоп хаббл представляете что это такое это устройство размером с троллейбус примерно действительно размером с троллейбус внутри находится зеркало два с половиной метра диаметре вот но он в космос смотрит его спутник его снимки доступны но есть как минимум четыре аналогичных спутника которые используются в военных целях и они смотрят на землю они движутся по определенным орбитам их расписание тоже известно то есть частности военные когда хотят переместиться из точки а в точку б они связываются с вкс им как бы этот график передвижения спутников предоставляется то есть вы должны незаметно произвести перемещение иначе вас сфотографируют и это потом чревато тем что как у вас дезавуирует да а вот эти вот спутники они вот как раз они могут неожиданно появиться вы вы не вы думаете что-то он по одной орбите движется он раз орбиту изменил и зашел с другой стороны вот это целая проблема это серьезная проблема спутники с ионными двигателями вот к тому же спутник инспектор как мы сказали может другому подлететь и что-то там сделать нехорошее да ну а завершая можно еще что сказать что вот в частности есть такой амбициозный проект это отечественная разработка которая совместно роскосмос с росатомом делает значит в прототипе она есть я в частности видел на где же это было армия 2021 есть такой в подмосковной кубинке там проводится в парке патриот каждый год большое мероприятие там там выставлялись уже прототипы и вот в частности это устройство на котором есть маленький малогабаритный атомный реактор этот атомный реактор должен вырабатывать электричество это электричество будет запитывать как раз ионные двигатели и это устройство и так называемый ядерный буксир может какие-то спутники или космические аппараты с космонавтами перемещать пока это все существует как бы на бумаге есть отдельные образцы которые это делается над этим делать работа было бы интересно увидеть это в действии если это получится то это прям такой будет некий серьезный переворот в космонавтике то есть можно будет там до марса или до спутников юпитера летать не за годы там за за месяцы это достаточно серьезно потому что основная проблема в космосе это радиация поэтому надо в космосе перемещаться быстрее вот если просто запустить аппарат к марсу это примерно порядка полутора лет там туда-обратно да то есть там девять месяцев в одну сторону 9 месяцев другую это достаточно серьезно под космическим облучением находиться девять месяцев без защиты а с ионом двигателя можно было быстрее его переместиться то есть есть шансы не заработать онкологии космонавтом тоже ионным двигателем вашего запас этого газа хватило все все в запас газа упирается да там вот эти спутники но а получается они бюджет так под называемой солнечно-синхронной орбите то есть их высота подобрана таким образом чтобы он пролетала над поверхностью которая освещена солнцем вот ну чтобы мы могли фотографировать изображение не летать потом по темной стороне и вот ну понятно он темную сторону тоже пролетает нас интересует так чтобы он как бы видеть челнока пролетал по освещенной стороне ну и вот они эти орбиты называется там утренняя вечерняя по участию с момента пролета вот по условиям наблюдения поверхности да так здрасте да да не никто его не ловит не собирает надежда на то что вы вырасти станете этими инженерами будете решать проблемы кто-то же должен заняться вот пожалуйста вы для себя поставили цель чем чему можно посвятить жизни борьба с космическим мусором вполне себе достойна амбициозная цель давайте очередь пошла одиночные очереди на низкой околоземной орбите у вас получается период обращения период обращения формула похоже будет на формула математического майбека период равен 2 пи умножить на корень радиус земли разделить на ускорение свободного падения примерно полтора часа примерно полтора часа помните гагарин за 108 минут сделал виток так и информацию какую которую спутники передает принимать сигналы со спутников можно принимать это хороший вопрос хороший вопрос он касается в частности вот я в качестве примера здесь не выложил ну вот у меня есть радиолюбительской лицензии когда вы задаете экзамен там на радиолюбительской лицензии там есть один из вопросов он посвящен тому что в общем слушать в эфире вы можете все что угодно но и вы не имеете права передавать закодированную информацию и вы не имеете права раскодировать чужую закодированную информацию поэтому если кто-то закодировал и это сделали специально чтобы ее не раскодировали поэтому я рассказывал примеры как раз вот этих спутников системы но которые передают не закодированную информацию это все законно этим можно заниматься вот а когда вы занимаетесь раскодирование чужих чужой информации вы попадаете в такое скользкое правовое поле. Есть такой жанр, там радиохулиганство и так далее. В кодексе об административной ответственности в КОАПе там есть пункты посвященные. То есть, в частности, у вас могут изъять ваше радиооборудование, штраф наложить, а могут что-то более серьезное сделать. В общем, я предупредил. Это в меньшей степени. А? Это в меньшей степени. Да, это в меньшей степени. То есть, по-тихому не получится. Ну, вот видите, у вас уже не получится, вы уже сказали всем. Да, ну вот в чем преимущество таких устройств, СДР-приемников? Это, по сути, радиосканер всечастотный. То есть, можно на любых частотах слушать все, что угодно. Другой вопрос, что вы будете делать с той информацией, которую вы там услышите? Как вы будете с этим жить? Да, это, наверное, финальный вопрос, да? Ну, у вас, как с вами. Так. Друзья, финальный вопрос. И вот у вас. Не знаю, я настолько некомпетентен, насколько у них там защищена система управления, но сложно сказать, всякое бывает. Сейчас, как мы знаем, современную войну, они в том числе информационную составляющую имеют, поэтому, как бы, всякое может быть. Я далек от того, как это взломается, поэтому... Ну, опасаться, наверное, потенциально возможно, да. То есть, какие-то элементы... Ну, мне кажется, что по идее, из соображения безопасности, какие-то критические элементы управления, ну, все же должны быть, это автономно работать. По крайней мере, я бы так сделал, я бы не стал какие-то критичные лыжи подключать к интернету. Это должно быть как-то разведено. Ну, как даже в радиоэлектронике и систему клеванической развязки, чтобы база всех на другу же не как-то скреплял, если кто-то тоже надо как-то развязывать. Понятно. Ну что, кекеры, на самом деле, всех можно называть пользователей компьютеров. Я бы только еще раз подарить аплодисменты Константиновым. И, конечно, перейти до самого быстрее, но может быть, до самого несложного. Вот, я имею в виду, и вполне себе традиционный. Есть у нас три вот такие замечательные фиги. Всями, посвящены к классу, нашу библиотеку, посвященную классу Ситая. И традиционно просим выжать тех авторов трех вопросов, которые понравились больше всего. Я напомню эти вопросы. Система, где стоимость. Французская компания выпустила спутники с сонным двигателем. Разница орбитного. Если это космический мусор, сколько времени надо объекту, что важно на землю. И передает информацию спутники, и как ее принимать с перехвата, и как ее ремонт, и как ее ремонт, и по спутникам. Да. Так, ну, так как я ограничен количество сувениров, вопросов много, а их мало. Я бы хотел, в первую очередь, в качестве мотивации, юным нашим участникам, нашим ее приятелям, в первую очередь, мне задали вопрос сразу, полезный контент-непрассив, и сразу нашли такой, короче, интересный вопрос. Поэтому, пожалуйста, дружите вам. Дальше про космический мусор. Про космический мусор, да? И как с ним бороться? Ну и когда меня пытались очень, мне прям сразу расстреляют. Когда я застал, я не могу, потому что как с тех, в петра, не могу сказать, чтобы вы не спрошли. Итак, друзья, не знаете, не стесняйтесь, чтобы вы не спрошли, чтобы вы не спрошли. И, кстати, мы тоже хотим получить большую планету, это тоже игра, и вот, пучка, если ты, не просто можно было увести различные вещи, но я еще тогда аплодисменты на тяфи, все, кто вы видите, на вашем участнике.